Да, расскажи, что такое классический Дорвей в 21-22 году? Как это выглядит? Работал я на заводе. Серьезно? Да. Ну, надо с заводом все прекращать и надо пробовать себя уже диджитал. Блин, это мое первое 100 долларов в день было. Да, да, миллионер-миллионер. Хотя бы рублевый. Я полез на Кворк. И этот чувак, 10 тысяч я ему заплатил. 10 тысяч рублей? Да. Он написал такой функционал, который за сутки мог там регать 100 тысяч сабов. Все начнет работать, мы станем миллионерами. Вот. Ну да, конечно. Так это не работает. Я как SEO-шник, я за честный топ. Друзья, всем привет. Снова выпуск на канале. У нас в гостях Саша Молодой. Саша занимается Дорвеем больше 10 лет. 10 лет – это очень большой срок для Дорвейчика, потому что почти все Дорвейчики не переживают двух апдейтов. Потому что все Дорвей банят, все выкидывают. Поэтому Саша Дорвейчик с подтвержденным опытом. Привет. Привет. Собственно, сегодня мы поговорим про Дорвей, продолжаем цикл наших выпусков про черное SEO. Надеюсь, вам зашел прошлый выпуск про накрутку поведенческих. Вот. А теперь, конечно же, Дорвей. Саша, скажи, чем ты занимался до Дорвеев? Как ты вообще пришел в SEO, в Digital? Ну, все началось в начале 2000-х, работал я на заводе. Серьезно? Да. Вот. И наступил такой момент, что, говорит, спасибо, моя начальница такая сказала, хватит здесь заниматься ерундой, займись чем полезным. Потому что, как бы, ну, молодой парень, вот. В тот момент как раз открылся торговый центр Буденовский. Это наш сентугиастов. И вот как раз там все вот эти... Поехал я туда за книгой. Купил толстую книгу HTML и начал ее изучать. Вот. Создал свой первый сайт. Помню про машину свою, Dale Nexia, у меня была. И наступил такой момент, что я понял, что надо с заводом все прекращать и надо пробовать себя уже, как ты сказал, Digital. Вот. Начал перебирать вакансии и чисто случайно попал на одну конторку, где сказал, что я такой там вебмастер. Я умею сайты толкать. Хотя на самом деле, вообще, как бы, полный ноль был. Классика. Да, такая теория была. Ну, все, я специалист, надо идти. Пришел туда, на собеседование меня взяли. Вот. И как раз попал я на форум MasterTalk. Может быть, многие знают. Маскуту, да. Да, старый-старый такой форум, который потом загубили. Вот. И там прям так очень активно начал все это, в эту тему лезть. Я туда так прям влился. Через полгода уже назначили меня модератором. Поставили модератором в раздел «Вопросы от новичков». То есть я через полгода уже таким был, как говорится, специалист. Медл. Медл спец. Да, 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 да. То есть, естественно, клиентский сайт я там в топ загнал. Ну, и понимал, что как бы это мало. Надо еще, 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 еще. И начал уже брать на стороне клиентов. Появились первые клиенты. И тут такая слава, то что, а зачем мне вообще этот офис? Надо, как говорится, полностью на себя уходить. Вот. Открыть свое имени агентство. Ну, типа, нет. Ну, как не то, что имени агентства. Скорее всего, просто фриланс. Нафиг, никуда не ездить, дома работать. И зарабатывать нормальные деньги. Набрал клиентов. Все хорошо, хорошо, хорошо. Ну, и в такой момент уж. Тогда, помнишь, наверное, 2007-2008 год Сапа появилась у нас как раз. То есть там с продвижением вообще, как бы, ну, проблем-то не было. Для зрителей Сапа это, так называют, оптимизаторы биржи Сейп, где можно было купить арендные ссылки, когда одни площадки сайта предоставляют места под аренду у них, а ты просто берешь, заходишь в кабинет и арендуешь ссылки на свой сайт. Да. Я не буду подробности рассказывать, как там все это. Да, и опять же, я такой человек по характеру, то что, ну, одно и то же, оно быстро надоедает. И для меня было что-то вот всегда интересно новое. То есть в плане экспериментов, ну, как раз к тому, что как бы обмануть поисковую систему. И начал постепенно, параллельно основной работе делать, полез именно в буржу-нет. Потому что, как бы, в России, да, там, ну, тогда тема была с каталогами, и все рубили трафик, сливая трафик на этот контекстную рекламу «Бегун». Еще «Бегун» был. Да, тогда был «Бегун». Это вообще были тоже золотые очень времена. Но у меня с ним не срослось. У меня тоже, кстати. Я понял, что надо идти туда, к американцам. Как раз тогда я узнал про Google Adsense, то, что можно очень хорошо выйти на пассив. Меня это очень заинтересовало. Как говорится, ничего не делая, но деньги должны капать. Кроме того, тогда еще были блоги под «Info-сайт» и «Made for AdSense». Да, 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 да. Вот. И здесь, как бы, стала такая задача, как бы, как получить трафик, и нормально... То есть я начал полностью изучать эту тему. Тогда, я не скажу, что это прям Дорвей было. Нельзя это было называть Дорвей. Мы тогда это было модно говорить с плоги. То есть это... Спам-блоги. Да, 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 да. То есть контент ни о чем. Главное, чтобы люди пришли, все обвешано в рекламных блогах, и они должны были уйти по рекламе. Монетизироваться, короче. Да, да. Окей, ты начал изучать Буржунет аж там в восьмом-девятом году. Это очень прикольно. А в какую тематику ты пошел? Что тебе понравилось? Что ты стартанул? Стало за... То есть передо мной стала задача, то есть найти источник, откуда я смогу постоянно брать актуальную информацию и на фоне ее, как бы, делать с сайта. Вот. И здесь как раз мы пришли, то, что у нас всегда востребовано, это книги. То есть книги, они будут всегда, и народ их... Особенно, ну, ищет халяву. То есть где скачать бесплатно. То есть даунлоуд, вот. То есть даунлоуди, да, направлений очень много. Там это драйвера, софт, игры. Вот. Меня зацепили книжки. Почему? Потому что были очень большие источники, откуда я мог напарсить очень много разных книг и уже на фоне их... Сделать свой сайт. Сайты. Много сайтов делать. Я тогда пошел именно делать тематические. Меня заинтересовала цена клика в Аценсе. То есть это было страхование, все, что связано с бизнесом. Там очень хорошо платили за эти клики. Я пошел в узко-тематическом направлении. То есть сделал сайты, где были связаны все книги по бизнесу. Как эти сайты выглядели? Обычный сайт. Человек попадает на него. Есть обложка. Есть некое описание. Технические детали. Кнопка скачать. Кнопка скачать. Самое главное такая большая кнопка, где человек приходил. Особенно если... А, тогда еще даже мобильных версий, по-моему, не было. Была версия только для печати. А М-точка еще даже не было. Не было, не было, не было. Скажи, а вы делали как-то покупали домены, дроп-домены? На каких доменах были? Ой, тогда с дропами я вообще не был знаком. Мы делали чисто на свежерегах. Мы, я делал. Сначала я один все это занимался. Вот. Покупали причем обычные международные. Это зона ком. Ком, ОРГ. Да, такие две основные. Там нет, что-нибудь такое. Да, да. Причем Юра и про дропы я вообще тогда еще ничего не знал. Все уперлось в техническую часть. Так как я нифига не программист. И программирую мне не далось, хотя я мечтал всегда им быть. Все упиралось в эти технические моменты, где я мог только своими, как говорится, ресурсами, да, то есть, ну, собрать этот сайт. Это было очень сложно. Это гемор вообще. Да, я помню, мы, я делал на движке DLE. Data Life Engine, кто помнит, он фаги здесь, ставьте лайк, осик в комментариях, напишите. Я знаю, что такое DLE. DLE это очень мощный движок, на самом деле, если в нем разобраться. Но есть один косяк, то что он не выдерживает большие объемы. То есть, мои сайты, они там были максимум на 5000 страниц. И здесь как раз подошел такой момент, что если я сделаю сайт на 500 тысяч страниц, да, то есть, как бы, трафа будет намного больше. Я уперся в то, что я мог максимум в месяц сделать там 30 сайтов. Ну, просто физически не успевал, потому что нужно было отпарсить, нужно было залить все это. Это вроде как бы сейчас кажется, да, там, элементарно. Куча автоматизации. Да, сейчас мы в таком мире уже живем, то что, ну, все автоматизировано, можно клепать и клепать. Вот, тогда это было очень сложно. И вот, как бы, был потолок. Все, 30 сайтов в месяц. Ну, даже тогда, при 30 сайтах, да, то есть, пассив он такой был, блин, это мои первые 100 долларов в день было. То есть, это было очень приятно на Google Adsense. Это какой год был? Это 2010, по-моему. Ну, тогда это хорошие деньги были. Это были очень хорошие. Сейчас деньги были, да. Вот, но все, кто работал с Google Adsense, наверное, знают, что можешь в любой момент наступить, как говорится, бан, и ты свой чек не получишь. Там же задержка идет двухмесячная, вот. И вот эти постоянные бессонные ночи перед выплатой. Я столкнулся с этим, да, забанили. Деньги я не получил. То есть, я начал уже копать, что надо искать еще на кого зарегать аккаунт. И надо, как говорится, немножко масштабироваться. Бультики пошли. Да, 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 да. А сколько повисло бабок? На первом аккаунте около 7 тысяч долларов зависло. Беда. Беда, беда, беда. Потому что, опять же, планы такие были грандиозные уже. Все ты там миллионерчик. Да, 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 миллионер-миллионер. Хотя бы рублевый. Да. Тогда я начал уже, помню, на тещу свою аккаунт создал. Она у меня ходила на почту, деньги получила. Тогда же была платежная система Ассист еще тогда, да? Нет, тогда присылали эти. Первые чеки я получал, я их налил через банк, Ситибанк, с бешеной комиссией. То есть, там, неважно, какая сумма придет, там, ну, фиксировано платили. Ну, то есть, 100 долларовый чек и было вообще невыгодно его налить. Да, Ассиста еще не было тогда. Были какие-то чеки, просто я не застал. Я застал, когда уже Ассист они подключили к Google Асс, подключил систему Ассист. Помнишь такая? Нет, подожди, не Ассист был. Я помню, что на почте мы получали деньги. Я приходил еще, и даже не просто их получал, их заказывать надо было. Просто так, на почте не могли такие суммы выдавать. А я, наверное, в то время еще у меня не было прибыли на Ассист, просто поэтому я не получал деньги на почте. Да. Представляете, когда на тебя смотрели бабушки-операционисты, какой-то магнат пришел, ему деньги прислали, как корпорация. Ну, 10 лет назад, прям, магнат. Ну, дико было. Там уже приходили все пенсию, получали нашу такую мелкую, а тут приходишь обычный, этот с паспортом, а тебе там выдают, короче, купюры. Ну, круто было, круто же было. И как ты решил вопрос с масштабированием всей этой системы, которая по книгам подолгала бы была? Ну, вот возвращаемся опять к форуму Мастер Толк. Вот, я там познакомился с Николаем, с будущим партнером своим. Вы сейчас до сих пор, собственно, знаете? Да, мы сейчас вдвоем, то есть мы два соло, будем так говорить. Вот, у нас не агентство никакое, ничего. Мы просто вдвоем работаем. Вот, и я ему как бы предложил, то что вот есть такая тема, то есть я знал тогда, что он офигенно верстает, вот, офигенно кодит, фотошопит. Ну, такой универсальный человек, который вот, блин, надо с ним вот человек с золотом. Да, 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 да. И я ему предложил, как бы, давай вот, есть такая тема, давай пробовать. Вот, нужно тебе вот это, вот это, вот это. И за две недели, за две недели, да, я тебе показал результат. Николай, у нас, кстати, в студии нашей службы поддержки. Я тебе показал, что за две недели он там мог заработать сколько-то там двухмесячную зарплату свою. Естественно, его это зарядило, вот, типа, давай-давай-давай масштабироваться. И тогда такое, опять же, совпало все, то, что вроде вот все, все хорошо. Но там тогда был какой-то год, AdSense начал жестко очень банить все аккаунты. За что? Какой бы причина банного? Ну, у него основное было это то, что нарушение, нарушение правил. Если смотреть глобально на каждый сайт, то любой сайт нарушает правила AdSense. Почему так происходило? Контент не уникальный, может быть, как-то, типа, они поняли, что это паршиное что-то. Ну, либо вы там делали какие-то очень крупные блоки, чтобы люди туда кликали. Да, они не любили это. Помнишь, банок? Был один скрипт, был один скрипт, интересно, поделился со мной друг. Вдруг при кнопке «Скачай», да, там всплывало такое окошечко, и оно просто во всем, в этом окне, реклама крутилась. И как правильно, релевантная, она там была, там, типа, «Download». Вот, и за счет того, что тематика такая была, бизнес, да, там, цена за клик была очень высокая. Я не скажу, что это было скликивание, но, то есть, тогда, видимо, для рекламодателя Google AdWords, там, ну, кто-то, у кого-то сильно списалось очень много денег. Потому что, ну, клик стоил 50 долларов, представляешь, да? И он начал жаловаться на это. Да, естественно, начали разбираться, я так понимаю, что там особо, они не разбирались, они увидели, что сайт полное говно. Вот, они сразу, бан аккаунт, то есть, это второй аккаунт уже залетел. И там сколько бабок повисло? Там, что-то, около 6 тысяч долларов. Ну, так же, да? Да. Вот, и после этого я понял то, что, ну, надо, как бы, с этим прекращать, потому что Google AdSense все хорошо, но вот эти двухмесячные ожидания, да, получения денег. Холды большие очень. Да, и понимаю, что вот вроде все хорошо, а сейчас ты останешься без всего, но неправильно это. Я тогда вышел на партнерку, кубик, по-моему, называлось, и как раз туда зашли первые рекламодатели по реальному периоду. Ну, то есть, человек заносит карту, как-то правильно у них там... Подписка? Подписка, да, 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 да. Вот, моя задача была человека туда привезти, чтобы он вбил карту, я с этого получал лид. Подписка на книге была, правильно? У тебя была кнопка download. Ну, там не особо, как бы, на книге, это, как бы, типа, некий сервис, где ты можешь скачать не только эту книгу, а много чего можешь сказать. Типа фильмы, драйверы, программы, все. Я так и не понял, что это за сеть, но похоже, как на наш этот торрент-трекер, все вот эти. Облачный торрент-трекер. Да, только там это в Буржунете, все это. Да, да, ну и прикольно. То есть, вы перешли со Cens, начали лидить на download-партнерку, да? Да. И сайты были генерированные, паршенные, просто по факту. То же самое, то есть, самая задача была, то есть, найти источники, где как можно больше можно было отпарстить этих книг. То есть, у нас была база, там, грубо говоря, на 20 миллионов книг, и из нее мы, как бы, генерировали сайты, там, по 100 тысяч, по 200 тысяч страниц. То есть, и запускали, как бы, ну, масштабировали все это. А какое гео это было? Это было ЮСА. Америка, да? Да, и мы тогда еще не знали о других вообще, как бы, вот именно в ЮСА крутились. И потом, общавшись с саппортом, вот этой первой партнерке, он, как бы, ну, как бы, разговорились, и он говорит, что прицепились к этому вообще ЮСА-то. Есть других гео, которые вот просто вот еще не окученные. Пробуйте туда. И тогда, я помню, попробовал это, в Испанию залез. Это еще как раз даже дропов нет, мы все это на свежерегах делали. На ЕС, да? Да, ЕС. И там результат прям был налицо. То есть, через неделю там уже трафик рубился, и очень хорошо все это конвертировалось. Не такая конкуренция, как в ЮСА, потому что в ЮСА-то же делали сайты какие-то ребята. Конкуренция там была меньше. Я понимаю, ну, я как бы начал этот рынок анализировать, я понял, что надо дальше расширяться, расширяться, расширяться. И то есть, вы пошли в ЮС, в Испанию, и все так же делали сайт, или уже была какая-то автоматизация? Нет, автоматизация еще, ну, как бы Николай писал. В то время, как раз Николай работал еще на основной работе. И я, как бы, понимаю то, что он очень мало времени уделяет нашей совместной работе. Я понимаю, что мы, может, обернуться нифига не можем. Это был как раз конец года. Я его пригласил, помню, домой к себе. И говорю то, что, чувак, давай заработать много денег, типа, увольняйся со сною работы, давай снимем офис с тобой, и будем вдвоем полностью заниматься основной вот этой работой Дарвейной. Согласился. Услышал, почувствовал, 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 да, и он начал писать на своем языке. Ты Артемий Лебедев, да, язык парсера? Он же автор этого. Все, кто спрашивает, говорит, на чем пишут, я говорю, язык парсер. Никто не знает, что ты, первое, слышал этот язык. Вот, причем это наши разработчики, получается. Вот оно импорт и замещение, наши, исконно русские Дарвейщики используют исконно русские. Да, причем я тоже, как бы, спросил, я говорю, а почему именно этот-то язык? Ну, как бы, Николай сказал, что, ну, представь, да, там, на PHP, да, ты там пишешь, что если тебе надо там написать, это будет там 100 строк, да, кода, ну, сделать какую-то функцию, то в парсере, да, там, ну, достаточно 5 строк, и все это будет так же работать еще намного быстрее. Прикольно, вообще, интересное решение нашли. Как Дарген выглядел? Что он делал? Как ваша разработка автоматизировала создание этих сайтов Дарвеев? Николай написал такую админку, очень прикольно, где там надо было, то есть, изначально мы все подготовили, мы на парсе разные источники, то есть, у нас книги были, ну, Amazon, естественно, мы оттуда парсили, но это была проблема, потому что он жестко банил. Защищался. Да, защищался, то есть, там даже прокси никакие не помогали, это бесполезно было. Ну, в общем, я начал копать разные источники, вот, и мы начали собирать вот эти все базы по разным гео, то есть, туда Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия туда заходила у нас, Японию даже мы, по-моему, пробовали, то есть, мы собрали вот прям. Большую базу книг на парсе. Да, да, по разным гео, причем распределили. Дальше, как бы, была такая некая подготовка, то есть, мы начали писать свои генераторы. Генераторы, это имеется в виду то, что, ну, то есть, надо тайтл нам разбавить, да, чтобы мы, как бы... Не склеили здоровье между собой. Да, 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 то есть, надо было сделать очень много разнообразий. То есть, своего никогда мы ничего не писали, потому что, ну, было такое золотое правило, вот для меня лично, никому никогда не плати. То есть, максимум платишь, это только за домены и хостинг. То есть, заказывать там тексты у кого-то, да, но это такое неблагодарное дело. Да, да, потому что ты знаешь, что ты сейчас запустишь, и у тебя там через день, ну, кто-то отпарсит его. То есть, ну, все, твой текст, он будет неуникален. Поэтому мы делали такие свои, как бы, шаблоны, как они там, спины назывались, по-моему. Да, когда ты делаешь шаблоны, он миксует их разные секции. Здесь вы можете скачать бесплатно, без регистрации. Да. Ну, то есть, такое вот. Книгу там, книжное произведение, это просто шаблоны подставлялись, и они так генерировались. Да, да, да. Вот. И была написана такая очень большая система, где настолько было все автоматизировано, что нам нужно было просто купить домен, привязать его к айпишнику, нажать просто кнопку «Пуск». И дизайн еще уникализировался, небось. Да, мы сделали, сколько у нас там, целых, где-то 20 шаблонов мы сделали разных. Расскажи, вы еще делали вот эти книжные доры, на какой-то фрихост вы заливали, какая-то автоматизация у вас была дикая. Да, это я, в общем, влился я в один чатик, download-чат, кролю «Привет», вот, и там познакомился с одним чуваком, Виталием Николаевичем, тоже при этом, вот. И он мне как раз рассказал про эту фрику, что можно вот на ней, типа, делать. Как это, что за фрихоз для вот обычного человека, как это понять? Есть основной DACDNS.ORG, да, то есть ты можешь там авторизовать, ну, сделать, пройти регистрацию, и у тебя на один аккаунт ты можешь повесить пять сабов, то есть ты делаешь, придумываешь имена и прописываешь там айпишники. Типа олег. DACDNS.ORG, и я могу свой сайт разместить. Да, 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 бесплатно. Да, бесплатно, то есть на один аккаунт до пяти штук. Вот, и тогда такая у меня интересная идея возникла, то есть как бы тут сделать не пять, а пять миллионов, допустим, сабов. Готовая автоматизация не было. Нет, у кого-то, параллельно у людей кто-то делал, ну, Zen Apostor, программу, которой я никогда с ней не работал. Ну, для меня она такая… Сейчас Zenka популярность стала. Да, она очень популярная, но я с ней как бы не подружился, потому что там, как я понимаю, там нужно как раз вот это PHP программирование. Нет, там, по-моему, на C-Sharp даже надо писать, там есть блоков, можно собрать, но нужно дописывать код на C-Sharp, а это дичь. Ну да, так как Николай у нас все-таки на Парсере пишет, и поэтому я не стал его это грузить темой, чтобы, ну, в плане изучения. Вот, я пошел другим путем, я начал искать на стороне еще одного программиста, который мне напишет Reger. И здесь такая очень интересная история сложилась, то, что вот чисто случайно, это как раз касается тех людей, которые без знания программирования, да, то есть вот как им вообще что-то сделать. Все боятся, потому что, типа, вот я, у меня есть офигенная ТЗ, я знаю, как можно все сделать, но я боюсь кому-то рассказать, потому что они, ну, украдут эту идею. Вот, я как бы свою вот эту паранойю отключил, я понял, ну, потому что опыт уже, столько опыта, то есть через меня столько программистов прошло, и я понимал то, что, ну, никому это нафиг не надо, то есть брать какие-то твои идеи, да, то есть программист это, вот, дал ему техничку, все, он сделал, и он забыл про нее. Ну, неинтересно, это как-то продавать реализовывать. Да, да, ему интересно там кодить, красноглазить, вот, так и есть. Ну, да. Я полез на Кворк, вот, начал там смотреть разделы, и как раз нашел одной чувака с Чебоксаров, Егором звали, дал ему такое, ну, легкое задание, когда на тест посмотреть. Регер написать. Не Регер сначала, там какой-то мне надо было парсинг небольшой написать, мне нужно было просто его оценить. Он мне написал парсинг, я не знаю, там, за полдня я ему заплатил 500 рублей, причем это было не, да, это было, причем не PHP, скрипт, он на C-шарпинг, он как раз мне надо написать. Виндовое приложение. Да, я просто нажал, подключился через Open Server к BD своей, вот, и он начал фигачить. И тут я, как бы, я ему говорю, то что, чувак, вот есть такой сайт, надо, сможешь такое замутить? Мне надо сделать так же Виндовое приложение, которое будет это регать. Вот, он говорит, сколько платишь? Я говорю, ну, вот, сколько тебе надо? Ну, сколько дашь? В общем, мы с ним договорились вообще за такую сумму, просто смешную сумму. И он неделю где-то посидел, и он написал этот инструмент. там был поднят целый сервер на винде ну то есть вот все по-человечески было сделано прям приятным было я просто понимаю то что если бы я обратился к своим знакомым программистам с кем я давно уже знаком мне там зарядили но космический бюджет это вы 300к например да 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 и причем неизвестно как это еще вы все это работало как поддерживать это да и этот чувак 10 тысячам заплатить еще рублей да он написал такой функционал который за сутки мог там ребят 100000 сабов то есть 100000 уникальных под доменов на которые ты можешь размещать сайда да причем я мог им полностью управлять я мог удалять изменяет ну то есть привязка любых айпи там все можно было делать и заливать сайты можно было еще нет заливать сайты это уже как раз на нашем генераторе то есть самое главное нам надо было привязать эти сабы к нужным на одну к нашим vps ником да именно vps мы сервера никогда не покупали мощные то есть они не требовали здесь как бы virtual private сервер это когда ты берешь виртуальную машину арендовываешь за 8 баксов ну за 8 баксов в месяц это и меньше да то есть недорогой я скажу так кусочек сервера арендуешь чтобы зрителям было понятно получается выбрали виртуальный сервер ставили туда сайт привязывая к этому домена третьего уровня он там показывался да и это все было на автомате да то есть день мы могли спокойно тому тут вопрос генерации было то есть генерация какая то есть это выборка из большой базы случайные книги да то есть и собирался door на автомате уникализировалась что-то что-то там да 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 то есть день мы где-то с тобой по моему 1010 могли спокойно запускать если не больше то есть если взять выжимку вот этой технологии кто ребята сделали что если шаришь все вот и понимаешь как работает поиск как спарси откуда-то данные но ты не умеешь программировать либо очень плохо программируешь ты можешь написать техническое задание не бойся заказать это на фрилансе тебе это скорее всего очень дешево напишет просто возможно 23 исполнитель тебя кинут на 5000 рублей на 6 вот но ты найдешь скорее всего исполнителя фрилансера который сможет это написать то есть идти по пути когда ты берешь штат программиста которого ты еще даже не протестировал и платишь ему там зарплату 200000 кажется очень плохая идея до дарвейного бизнеса вообще она не подходит потому что как правило тебе такое быстро не напишут и пока они будут писать пока ты будешь тестировать google алгоритмы google поменяется все что ты там написал на бумажке она может просто тупо не просто не будет заходить в индекс ли вода это и все это комиксы из бюджет свой слил и ничего в итоге это не получил я хочешь тебе расскажу кусочек как я пришел тоже все вы тоже как это было связано с дорвеями давай тоже я купил учебник по 4 мл тоже изучал его когда даже не было там интернет изучал учебник понял что хочу работать в сайтах диджитале что за этим будущее вот и естественно я попал на search engine email talk на search я нашел чувака мы с ним познакомились списались как-то подружились встретились в оффлайне он мне показал как покупать ссылки он был старше меня и шарил как бы вот как в сапе закупай там автофильтрами я просто тогда не понимал еще не знал основы поисковой математики туда еще ничего это вообще не шарил вот ну как то так начал делать свои сайты я начал делать сайт под продажу ссылок в сейпе вот сателлиты сателлиты где ты просто продавал ссылки это были такие тоже за из переводного контента я покупал у школьников сканированные книги распознанные и просто делал страницы на бивалах да это время было когда такое время было в общем потом мы решили с ним делать дорвеи под взрослую тематику мы тоже брали такой был софт который тебе генерил уникальный шаблон и для вордпресса не помню как он назывался вот в общем-то визуальным редактором генерил его на биндовом приложении отгружал в пресс-шаблон и собственно я генерил шаблоны он кодил кстати он кодил автоматизацию заливки текстов вот мы все это заливали отправили в индекс тоже на на свежерегах на 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 варегах и она как бы работала и получилось так что мы нашли партнерку которая тоже надо было пройти смс-ку подписку купить на определенный контент мобильные подписки вам туда мне вот это не в апклик который сейчас а прям реально человек вводила смс-ку на сайте и мы причем партнерка которой мылили отдавал ему контент вот и нет прорум отговорим про рун и добро рун этот я сливал в рунете трафик там взрослой тематики похоже на дейтинг ну типа того ну типа вот и проработал это 41 день я как сейчас помню потом вышел апдейт по моему снежинская снежинской либо какой ты просто все это выкосило из индекса мы осталось по 4 страницы на каждом грея словили там агс да короче выкосило все все доры выкосило новые не заходили в индекс не заходили не заходили бабки мы потратили вот и просто денег на запуск новых как бы уже не было ни на домена ни на что вот я не говорю что все там эти выходила прилично денег это полторы тысячи долларов день у нас выходила вот на пике вот и вам все эти бабки потратить не смогли запустить просто новые дорогие и потом я начал искать работу так я вышел в агентство когда-то агентство иру медиа спасибо ребятам что иру медиа меня взяли и так началась моя карьера в белом села но начинала тоже здоровее просто у меня видишь небо не было такой автоматизации просто не получилось не повезло не фартанул говорится вот я собственно тоже пришел всего здоровее то есть если у тебя нет автоматизации все наоборот как бы да то есть было белое села потом все это стало скучно неинтересно потому что это работа с клиентами это каждый понедельник вынос мозга по телефону ну как-то все агентский бизнес это сложный операционный бизнес могу тебе честно сказать и владея агентства вот хорошо то есть вы нас и как полетели эти дары они подавали трафик которые были вот на этих на приказ так принесла но фрикас это вообще как бы она не основное было потому что мы уже правильно этому мы уже познакомились с дропами мы начали дропа закупать такой год был так дроп и дропу это по моему 2015 добыл она уважает такая современность то есть вы много занимались книжным травм туда да именно вот до основное направление было это именно книжный трав потому что мы пробовали разные разные направления и сейку пробовали николай как раз прям к этой сайте от не надо типа надоел много тестов было проведено и как разные ниши пробовали да и отдал мы пытались пробовать то есть вы получаете около пяти лет работали в книжном трафе да 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 у нас даже сейчас есть еще доры по книгам которые вот именно на фарикастах живут который чем тогда же жив до чем хорошо приказ ты их продлевать не надо то есть уже третий год пошел на этих дагдан сай там много зафильтровано но даже с этих зафильтрованных прилетает трафик прилетают лиды а то есть партнерка живающую который сейчас сливаем да да это было другом естественно перепробовали много партнерок была такая очень хорошая партнерка вали медиа владелец питер ухрен который нас кинул на бабки вот сейчас причем не то не только нас он кинул как называлась партнер вали медиа вот вали медиа с камерой видите в каждом выпуске мы разбираемся камеров давали медиа плюс сейчас второй же клон называется friendly бани это тоже один и тот же владелец вот причем он сейчас до сих пор работает с ним работают мастера он которым он выплачивает но там был такой период что были очень восемнадцатый год был коза это миллиона потерял тогда больше на двух аккаунт два аккаунта нам короче ты потерял миллионы в общем с этой партнеркой мы да мы выведем отдых из камеры он до сих пор как бы обедами кормишь у типа вот ему рекламодателя не заплатили вы надежды не теряйте мы вам все выплатим но мы уже как вы все успокоились как бы изобилием чувак верни бабки и мы потом перемонтируем на видео что бабки вернул если нет то это будет вечно короче но опять же он он никуда не слился он в сети там даже был такой прикол в чате нашли кто-то нашел его жену жена продавала машину панамеру нибудь не там и был обычный от пункта мы так постебались то что сейчас муж эту машину продавал киров дадут всем вы постирал одному кому-нибудь только если но там это навряд ли не хватило бы хорошо то есть внутри здесь получается что вы в целом в целом вообще как дорвейщики работали или постоянно в белых нишах это довольно белый download трафик на книге блин ну я понимаю что пробовали разные но деньги просил даже белой ниши приносили деньги да 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 ну давай опять же вот зрителям нашим пояснение дадим что такое шутку все-таки door то что мы занимались как бы книжным трафом да то есть я не скажу это прям дарвей дарвей как бы это да расскажи что такое классический дарвей в двадцать первом двадцать втором году как это выглядит а из чего он состоит какого контента как это работает перемешанный копипаст то есть парсится поисковой системы собираются сниппеты кто-то статьи там партия сниппетов но описание сарада description и которые данный идет скрипш контент сайтов ты берешь нет мы не берем потому что ну мы как бы много тестов проводили тестировали как бы результатов она особо не дало здесь а проблема в том то что надо все это очень правильно миксовать если мы сейчас начинаем будем говорить о даргенах до которые есть популярные даргены кто пользуется то у них как правило все это идет шаблонно и она уже так не работает google палит да 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 ну представь да там пришли школьники прочитали про дарвей до увидели можно даже не покупать а можно скачать это 0 иный дарген да с набором шаблонов с набором всяких макросов то ну то есть полностью готова функционал они думают сейчас мы домены закупим запустим и все начнет работать мы стали миллионерами так это не работает то есть все что шаблонно она не будет то здесь надо включать свою как говорится всмекалку много проводить тестов делать ну как я рекомендую да то есть как бы купил 10 доменов то есть не там допустим купил 100 доменов разбиваешь их там по 10 да и на каждый по 10 доменов делаешь свой некий шаблон на своей структуры со своей перелинковкой со своим контентом но имеется до перри перемешка этого к разной до одной выдачи с разных запросов да и ты уже потом спустя время да то есть начинаешь смотреть что работает то есть ну как говорится сужаем воронку что вообще посоветов нашим зрителям стоит ли пробовать себя в дарвей к 21 вот до сторон году чисто не сгоды второй год стоит ли вообще прорывший вопрос если с 0 то нет если ты вообще не обладаешь знаниями силы техничка да это тоже очень важный момент потому что на споры такие шли в чате то что типа знания силу не обязательно для дарвей да и какие нужны знания начальные чтобы было достичь успеха ну вероятно чтобы достичь успеха в дорогах был шанс достичь да самое простое понимать что такое h1 заголовок h2 заголовок тайну что это такое разметку окей базовое знание села на уровне там junior плюс там мидом junior плюс да а надо ли знать техничку такую как как устроенные сайты dns http обязательно 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 не знаешь техничку до ректе делать нечего но самое простое ты зарегистрировал домен ты должен знать как ты должен его там привязать хостингу все это настроить даже не уж кому-то обращаться на там же корки за 500 рублей к тебе как бы до заколовки надо уметь читать и теперь так когда ты прячешь дарвей правильно да да это мы тоже попозже об этом поговорим вот такие элементарные вещи да то есть как бы как настроить клау флары как прописать dns и как настроить htps да то есть но это надо знать сейчас как бы все это доступно да то есть ну везде еще информацию очень много раньше так это раньше это была проблема я даже сам как бы лет пять назад хоть я не программист но тем не менее я научился поднять vps q я могу установить на нее бесплатную vesta панель чтобы можно было добавлять сайт и удалять ну управлять полностью этим такие знания они нужны без них ну никак до знания короче веб-мастера среднего веб-мастера потому что это вообще мне кажется любому нужно в современном веб-мире если ты не понимаешь как работают сайты тебе любые другие вещи сложно делать я на каждом своем выступлении говорю что минимум что ты должен уметь купить хостинг домен развернуть wordpress и залить туда 1 сверстать одну страницу простую вот тогда у тебя есть это базы представления веби если ты этого не можешь сделать конец тебе нечего делать в диджитале вообще чем да это только база это это база до скажи каким публичным софтом нужно уметь пользоваться если допустим тебя по конец своего программиста то не знаю за на постера парсер чем нужно еще где на постера не скажу не юзаешь короче да и мы вообще не юзом потому что у нас своя автоматизация все в плане вот это у него она нам не требует а парсер да это мы с апарсером я сам познакомился год назад скажу это очень мощный инструмент и даже я не программист я разобрался в нем то есть я могу настроить эти пресеты есть очень хороший саппорт который поможет подскажет не обязательно платный то есть есть у них полно бесплатных пресетов пресет это некий шаблон для парсера который подгрузил указал ключи ему пошел фига парсить миллион подсказок яндекса ютуба либо спарсить какой-то текст каких-то сайтов такой парсер который собирает данные с разных сайтов поисковиков а куда ты его только натравишь и по определенным шаблонам вот то есть а парсером желательно уметь пользоваться если у тебя пока нет своего программиста правильно да вот даже запомнили это такое действительно мощный инструмент где ты можешь на очень большой скорости получить много данных есть другие кучи парсеров там на тот же тот же контент до лаудер с которого я начинал как раз я сниму контент до лауда да 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 и смотришь с ним я начинал как раз партить источники книг ну собирать все это сушь мне как раз нужно было мне нужно некоторые дропы на php перевести в html я телепорт про хотела завязать вот я вспоминал какой второй софт мы кстати на весь софта ставим на ссылки в комментариях и не знаю может быть на пар для начинающих до контент доллару я тоже посоветую это тоже на самом деле очень мощный инструмент есть конечно в нем ограничения ну для начинающего мог можно можно работать давайте к такому вопросу как выглядит современный дарвей для пользователя и для поисковика вот для поисковика мы поняли что это такая страница где мешанина из сниппетов из поиска а когда заходит пользователь что он видит обычно как это как выглядит дарвей вот если как понять что попал на дарвей но если в нашем случае он никак не поймет потому что сработает клавка который перекинет сразу другой на другой даме передирект работает редирект и попадет он обычно какой-нибудь приламп лак это клоукинг схема скрытия от поисковика то есть попадет поисковик на такой дарвейный сайт он увидит и и дизайн шаблона и вот этот текст мешанина да 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 мы как бы насчет дизайна акцент на этом не делаем ну как бы представьте обычный блок да то есть где идет картинка заголовок картинка контент не выйти по комментарии с сайт бар да то есть мы стараемся тоже как бы так ну не минимализировать дату сделать все это но ну чтобы это не заморачиваться да 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 вот из естественно он исходный код тоже весь этот видит но когда зайдет пользователь его сразу перекинет редиректом сразу он даже дарвей не увидим не увидит насколько я знаю ваши дары вообще невозможно посмотреть никому кроме угла даже вам ну да мы просто мы заморочились эта штука заморочились почему это опять же это не от гугла это именно других дарвей щиков потому что как только мы в этом году начали очень активно забивать топ наши конкуренты будут как говорит да то есть они начали все ездить у нас и парсить ваши дарвей это стало очень неприятно ставим начали ставить эти все защиты сейчас по мы все уже до защитили сюда вообще нас никак не если я зайду на твой дарвей не не с гугла что я увижу наверно это тоже что у тебя написано нарисовано на кофте да это было раньше а сейчас что там от ничего а то нет там есть конечно такая интересная заглушка но это опять же если ты перейдешь через есть mobile friendly да то есть можем углы туза есть такая когда посмотреть как мобильная верстка смотрится далее вот там ты увидишь как бы заглушку нашего дара веселый испанец веселый испанец ноги хорошо это опять же понимаешь это обычный пользователь это никогда не видишь это уже как это специально для конкурентов было сделано хороший троллинг конкурентов тоже дарвички довольно такая технологичная каста сеошников которая тролли друг друга я думаю что кто увидел у саши вот этих смешариков он знает на каком дарве известном в мире эти смешарики появились но я думаю для тех кто понял тот понял мы пойдем дальше как вообще лучше делать дарвей на на варегах дропах либо на фрихастах часто что сейчас лезет так просто подскажи пользователям вряд ли сам естественно дропа они будут в приоритете всегда дроп вот потому что свежарет можно тоже на нем запускать но здесь разгоняться он будет очень долго и никак ускорить процесс это не может потому что для google ты все-таки новенький да то есть короче очень долго это да это очень долго мы и мы как бы работаем так то что я не люблю очень долго ждать наша задача так ты сегодня запустил через час у тебя уже трафик идет потому что на основе этого да то есть ты можешь уже делать какие-то эксперименты и видеть ну то есть выявляю что что сейчас работает потому что долгосрочные вот эти доры которые там надо ждать по полгода результат но это не мое я уже большие риски в царе останешься без бабок риски очень большие если мы говорим опять же масштабирование если ты там хочешь просто там говорится в плане хобби запустить что так на пивкоте хватало тогда да можно и нас на можно и на свежерегов скажи а дропы если смысл смотреть на количество ссылок на domain рейтинг либо какие-то у вас свои свои секретные фишки опять же фильтров очень много да раньше как бы я на это дэр смотрел 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 за фолл ссылки смотрел да я понял то что ну все это ерунда короче другие метрики влияют на то взлетит момент либо нет вам нет смотреть бэки надо потому что самое стандартное да то есть если ты там видишь японию китая который ссылается ну вот этот китайщина китайщина да все забудь про это да он уже заспамленный вот кстати у нас есть в rush analytics в нашем сервисе аналитике есть инструмент проверки анкор листа дропа на китайщину прям загружаешь списком домена и мы показываем есть китайщина пользуйтесь стоит очень душа а так достаточно даже даже одной ссылки хорошего сайта как опять же хорошего не заспамленного ну не обязательно нью-йорк тайм чтобы да не обязательно главное чтоб дробь не был заспал то есть у него не бы не было плохой истории все это можно посмотреть по смена днс а вот раз рию зале его да 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 раньше как мы тоже на это делали как бы акцент ну пришли когда мы начали уж и сильно масштабироваться да то есть и поняли то что ну это не так это ваш эти проверка спама веб-архиве у нас тоже есть списком домена загружаешь свои стоп слова и мы тебя говорим вот в этом архиве был такой-то спам условно viagra обнаружено либо прон либо что-то еще автомат ну а как что дает viagra толкает видишь хорошо наоборот да не знаю грамм и сайт тоже пробовали вот зайти на в тоже все отпугивали шине viagra не ребята даже тяжело типа да типа да вы не зайдете не зайдете мы что-то тест запустили не за этом сколько но штук тридцать что-то даже там это продажи поймали вот ну как-то стало неинтересно тематика такая радушная должна одна черная черная села совсем черная которая уже за грани мы не должны можем ну там да если мы будем говорить то есть там лом до взломанный сайт и как бы хоть мы и дорвеем занимаемся но нет это табу ломать чужие сайты 4 свою размещать чужих нет это отдельная история этот супер супер я в корма верю да и к тому же это уголовно наказуемо никому не рекомендую заниматься такой историей я зачем я как как сеошник я за честный топ я понимаю то что мы чем мы занимаемся да там как бы ну на на парсить с чужих сайтов это как бы не очень хорошо но этот честный топ данные руки вот допустим я хочу сделать доры под казино как мне подбирать ключи если какой-то алгоритм либо собирать все просто что есть слушай ну если у нас да то есть мы как делаем берешь больше кидаешь дальше то есть есть хорошие инструменты дата 7 russia hrebs причем не надо писать обязательно покупать эту подписку достаточно можно за 10 рублей посмотреть один сайт и все понять что у него ну какие у него ключи ну опять же забыл забываем про выча запросы они как бы отсеиваются автоматом не выйдешь по не выйдешь ты не никогда ты не выйдешь как бы дарви это н в основном это н ч трафик но мы умудряемся даже из ч трафик были даже у нас моменты и павыч ему залазили такой интересный запрос был в одной в одном направлении шуму там залезли и неделю мы просидели собрали очень много трафика и тонерт или а с конвертили ох хорошо с конвертили но там просто даже уже не google там по ходу конкуренты которые сидели в топе они поняли то что чувак ты кто такой ты чё тут забыл и по ходу пожаловались и нас просто оттуда убрали просто google отреагировал на жалобу да 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 потому что они надо видеть что слишком большая фруктуация что что-то слишком жирное жирное зашло туда ну то есть жирный запрос и зашел кайт левый сайт они выкинули да даже когда собираешь ключи то есть надо желательно отсеивать все таки все таки брендовые запросы запросы связанные с личностями какими-то знаменитыми потому что не google так вас другие замучают то есть если взять например взять там тематику dating туда там как правило в ключах участвует знаменитости как только ты в индекс попал я не знаю то ли отдельно какая-то организация сидит который мониторит выисковую выдачу они смотрят сразу выявляют интересно кейс да и начинают сразу это отправлять абузы сначала регистратору доменов если там не реагируешь никак они я подожди сначала они в клауд если ты в клауд флора сидишь они туда направляют потом они регистратору домены потом уже к саму хостеру есть опять же такой момент да надо если ты лезешь в эту чик в эти дорве надо понимать где ты должен регистрировать домены то есть абузы устойчивые это должен хоститься чтобы случае чего тебе хотя бы давали сутки на то чтобы решить проблему решить эту проблему потому что некоторые есть хостеры которые просто вот все отрубают в момент да и причем уже попасть так тушь если у тебя на этом на этом аккаунте сидит много доменов они могут все грохнуть смотрите какая крутая фишка что никогда не узнаете брендовые ключи какие-то рандомные для даров и убирайте и вина селебов потому что они могут просто пожаловаться на ваш дарей который выйдет в топ и вам просто его уберут скажи google реагирует вообще google на жалобы нет так мне тоже я пожалуюсь google на даре игру удачи иди пожалуйста но ты представляешь сколько это надо запросов это отправить туда то есть ну на автомате это не делается до сих пор потому что если мы опять же у нас очень много даров и когда проходит зачистка но зачистка это имеется ввиду баны да алгоритм да и ты начинаешь все это анализировать и все происходит как-то рандомно то есть даже у тебя может дар быть в одной консоли серж консоли гугла и нет такого что прям все выносят то есть банится все всегда вот как-то где нашел как-то он тогда в общем тоже святой рандом гугл нашел мне кажется там товарищи наши с индии находят эти как они там ассессоры ну как бы да но я думаю что там даже служба антиспама отдельно сидит по моему сегодня у нас было интервью сотрудникам гугла будет подсказочка здесь или здесь вот и там как раз рассказывал как у них отдела где сидят антиспам по моему кстати в индии сидит и ассесмент весь антиспам в индии на вот это сделать кстати чтобы избежать коррупции в том числе для них это такая позиция в индии если она потеряет это конец жизни поэтому там меньше коррупции в общем про ключи мы поговорили какие подбирают да про домены поговорили что лучше дропы брать конечно естественно всех нюансов мы рассказать не можем потому что у нас просто это не влезет мы можем пять часов общаться про доры вот ну и плюс я не думаю что все больше рассказывать скажи как загнать дарвей в индекс слушаю сейчас очень просто все стало достаточно обычного пинга сайт мапы ну карта сайта и все если домен хороший то обычного пинга хватает он пойдет все да да здесь очень такой важный момент опять же совет дарвейщикам да то есть анализируйте логи смотрите логи показывают все если ты логи не смотришь не анализируешь ну ты не поймешь что там работа почему она да 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 потому что каждая доменная зона она работает по-своему серьезно то есть у каждой стороны своих свой google и и он по-разному индексирует да вот это такой запомнить этот лайфхак посмотрите какие дары найдите как посмотреть где лезут дары и почему и на каких доменных зонах смотреть дор очень легко кстати вбиваем google сайт двоеточие выбиваем любую доменную зону и фильтруем и отсортировать за последние 24 часа можете даже ключ туда добавить . ru просто сайт двоеточие . и доменная зона пробел ключ и сортируешь за последние 24 часа ты можешь сразу все увидеть кто как шпарит вот вам полезность из нашего видосик ну это если вы хотите анализирует конкурент вообще посмотреть стоит ли если в этой нише доры вот на каких зонах лучше туда пробиваться потому что еще раз говорю не все зоны работают вот они все по-разному например тоже вот зона ком самая такая крутая до международным где можно в любой дел за микс трафик английского до офигенный микс получить вот но они никогда быстро не стреляет им нужно время вот есть зоны которые вот мы сейчас не дано новую зону нашли свежерек пингуешь это вечером уже трафик получаешь моментально моментальный индекс скажите зоны выбирают допустим доречки пришли начинает ее убивать ведь ты переходишь к следующий она когда-нибудь возрождается это зона начинает заново типа давать трав мы не заметили зона убивается но также тут уже free куда гднс мы так убили ну не мы конечно вырежьте это да не ничего мы не вырежем дага человек который залит 3 миллиона сайтов такая зона идти до италия которая тоже она прям очень хорошо работал и походу на нее сейчас вот глаз да глаз за ней идет только на дропах наверно можно теперь там да и свеже реги тоже нет как раз то с дропами там и проблемы то что он запускается он работает и нас лишь день там банк получаешь он даже может трафик не получить бан уже идет автоматом то есть далее уже сдохло надо вылетает также франция фр но есть работают почему как бы они остались живы святого общения на родном это рассказывал про мои паровой там филиатные истории с финтехом да и я тебе вот недавно сказал чтобы в одном гео полетел дробь за 150 долларов от жирнейший дроп в ссылками снега таймс за три тысячи долларов просто на дне лежит хотя контент идеальный все круто все вырезано святой рандом и там уже где-то по фильм тематике например там тысячи трафика в день за два месяца а на том дорогом дропе ну бадай бог 4 клика в день вот 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 как бы камон скажи есть какие-то работающие дар гены публичные пандора бокс пандора бокс то есть здесь даже можно без программирования опять же знать если ты знаешь html да ты сможешь с ним работать вот другие как бы есть seo door red button еще какой-то но там еще было да да но там нужно допиливать свое то есть то что вот в таком виде она не будет работать уже надо допиливать самопис писать с нуля но если у тебя опыта нет в этом вниз не стоит закладывать сюда и было и может быть тема лучше потестить на пандора бокса пособирать что-то скажи реально технически собрать те дуры которые ты делаешь успешные на пандора бокс но если если бы скажем так у тебя был выбор только пандора бокс можно юзать ты бы смог повторить свою технологию сейчас да можно ну то есть ребята дерзайте как бы если саша говорит что можно то почему нет надо не бояться экспериментировать запускать запускать если это действительно будет интересно как бы для себя что-то вот прям вот обман обмануть дар вещи к идеологии обмануть алгоритмы поисковой системы ты должен быть азарт индия потому что как бы постоянно когда проходит апдейт и пишут в твиттере что типа вот они там спам апдейт прошу они там побороли дару дары все умерли до туда и солдар умерли чуваки ничего не угодно готовить их не умеете то есть есть очень так как говорится возбуждает опровергнуть все это вот когда идут посты в твиттере у всех все побанила черная села умерла ты 20-летний виски наливаешь говоришь так как бы два дропа в италии взлетели да можем покупать еще вискаря бутылку сегодня за последние два часа и на самом деле вот эти все апдейты которые проходят это очень здорово мне это радует потому что меньше становится непрофессионалом в этой теме вот и опять же для себя интересно все таки вот как я говорил сейчас опять занять топ и доказать это такой челлендж и внутренне как бы да да и мотивирует удар вещь к вообще отдельный майнсет это люди которые хотят выиграть челлендж с гуглом либо с яндексом и часто это технический подло как бы технические подкованные люди которых есть именно вот такой скажем так инженерный интерес обмануть эту систему нестандартно надо мыслить в этой теме и всегда надо наблюдать за выдачей кто-то бывает на хоть какой-то фрихоз что-то еще на 3 гостов очень полно надо копать надо копать и можно действительно не только на дропах если кто на блок споте делает но сейчас очень google это уже сточил но тот же зена постер который может все это делать умеет сюда заливать на автомате ну автоматизацию сделать ты видел эти дорогие на блок споте который есть сейчас в бэках у каждого сайта кто-то массово на блок споте делать дорвей перед картинки сайтов у тебя в охре все получаются ссылки с этих блок спотов кучу мусора можно сказать зачем это вообще делают этих блок спотов только это мусор мишанина непонятно под какие ключи на них заходил понять не могу я предела этого этого в основном как мы как я понял это линка помойки для тнуть просто для передачи ссылочного и все для индексации для передачи ссылочной они наверное работают развор ты ничего на нем не сделаешь ты клаку на нем не повесишь то есть как бы там ты ограничен да там свой даже скрип никакой туда не впихнет только html все картинку текст неужели google просто не порежет вес с блок спотов потому что этого мусора стало просто миллиардами они сейчас они уже начали по-другому работать там то и дело что сейчас нельзя там даже если там заложить бюджет напишешь автоматизацию всю эту и скажешь сейчас я тысячу там сабов этих на блок споте сделаю они не будут уже работать они как домена стали уже как свежереги да то есть им нужно отстояться и по только потом уже на них что-то разворачивать просто тысячами миллионами в день этих бог спот и клипа ты даже не знаю кто просто усарим возьми вот придешь любой сайт возьми которому больше месяца до который есть до свой дор возьми из картинки тебя есть зайди в охресть тебя будут бэки с этих блок спорта с этих блок спотов не у нас да нет у тебя не будет запарсить нельзя на нас другие бэки появляются у нас бэки появляется кто парсит топ топ-10 она мы за счет этого получаем естественно ссылочное если даже это не банишь прикольно прикольно на так скажи как вот сейчас если допустим ты научился делать дорве зарабатывать обязательно идти в куда там серо-черную нишу типа казино либо например можно на белой бизнесе потом брусовых домов сливать трафик может быть эсэнс еще работает может быть на сенс я бы не рекомендовал потому что но это очень стрёмно риски бана аккаунтов и да просто все бабки которые ты заработала не останутся и ты не есть же push push парка да очень тема интересная она такая универсальная то есть ты можешь даже не обязательно есть там какую-то кому в какой-то гео там где конкурентов полно взять какой-нибудь взять ту же индонезию например и там туда зайти и спокойно на пушу все это сливает потому что после пуши ты можешь дальше монетизацию включить сливать на тот же мейнстрим свипы это что ну это всякие розыгрыши что ты там выход можешь сейчас выиграть samsung или там купить айфон за 5 баксов ленты скам история либо не не совсем скам короче какая-то лотерея типа да да я даже не разбиралась как работают очень можно пуши поставить да если просто на каком-то таком широком трафике зарабатывать да а можно ли под белой темы лить подлит ген например вот под не знаю блин можно до мебели можно но здесь надо все опять же аккуратно делать чтобы это не получить аффилиат никакой то есть сливать через свои домены прокладки да то есть как бы чтобы опять же оттуда уже естественно переходили на основной сайт напрямую сливать вообще не рекомендую это как раз тема была по поводу вот у тебя прошлый ролик про про накрутку поеденчески на то что нельзя но нельзя белые сайты нельзя крутить да нельзя вообще какие ниши и гео какие порекомендуешь начинающим дорвейщикам вот так сейчас хочет ворваться что где проще первые успешные эксперименты и слушать один отсюда врываться а ты там сам сидит да да так скажем какие-то не жесткий сам это юса это там конкуренция просто там просто и выбор офферов полно да то есть направлением ну немерено можно окучивать да ну и конкуренция там бешеные посоветовать какое бразилию возьмите португальский язык да как на португальский переводить ключи английский гугл трасслайтом просто нет но переводить не надо я думаю сначала надо все-таки посмотреть топ выдернуть тот сайт да кто сидит опять же за 10 рублей ты можешь ах рэп всем раш купить где где задействовать вебмастер бот в телеге есть такой вот платишь 10 рублей и тебе дают 15 минут сессии полный полный доступ к сервису очень удобно еще небольшой лайфхак всем раши ты можешь не один домен за 15 минут проанализировать о 10 доменов если уложишься в эти 15 минут у них такой есть там косяк вах рэпс если ты будешь бивать там другой домен или ключ он тебе напишет контент-блог ну типа не дает на всем раши они такую штуку не смогли сделать поэтому там за 15 минут можно много чего выгрузить руки я скинем ссылку на бота ссылку оставим в описании ну то есть резюмирует братья какие-то допустим латинскую америку можно попробовать бразилию потому что идти в юкей и в весе например я бы точно не рекомендовал начинать надо с малого то есть где пускай даже будет и цена залит очень маленькая да ну начать просто попробовать чтобы узнать что это такое отработать технология потому что сразу ли сразу лезть там там где дорого ну высоко платят и то моя была ошибка еще в десятом году когда я хотел на оцензии зарабатывать на этом карен чуринс страхование туда там говорили там такие ставки там просто я рекомендую там финтех в юкей тоже помянем короче если опять же брать бразилию португалию это не говорит о том что обязательно надо эту доменную зону и использовать можно и на обычных комах да даже на free хостах мы уже попробую туда зайти смотрите смотрите топ анализируйте дора на самом деле очень легко найти если вы переходите вас сразу куда-то редиректить значит этот door значит просматривайте сохраненку если сохраненка не до если сохраненки нету выдачи смотрите через другие сервисы тот же mobile friendly google translate не буду все перечислять в общем интересно да найти можно найти можно да смотри в принципе мы поговорили обо всех аспектах даров да какие гео выбрать ядар гена используя как дорве выглядят для вот для тех кто вообще про это не знает вот почему там скрины поставим тоже обязательно где черпать инфу о том чего происходит дорвея какие комьюнити есть в россии либо кита эксперты есть которые занимаются дорвеями я про знаю что ты не пишешь как бы ты работаешь то нет на это время ну как бы да ну опять же никто не будет никаких граммут конкретно что-то полить есть фейсбуке группа дорвечь доречки называется да мы тоже оставим и там привет владелец да олегу привет чатик есть тоже можно ссылочку оставить но это такое именно направление именно по даунлоуду но все равно хотя бы может быть людям будет интересно посмотреть оставим ссылочку на чате как дорвечка в доволоде на так конкретно прямо что прям где-то писали я думаю что фейсбуке проще будет туда присоединиться и если кому-то надо задавайте вопросы там без проблем ответим я либо кто-то другие окей скажи а есть западные форуму тип я знаю армаборды есть по моему он продал блэх от сел там был бакарбол есть читаешь еще да как-то меня вообще-то мне вошло не зашло там мне кажется что люди не настолько технически пытаются это решить и не пытаются как-то какую-то ну просто вещи да они как-то вот я нет я как-то там почитал и я понял что люди там если учат сравнить да то есть они до сих пор допустим сапой пользуются сравнение такое сделать уж они вот какие-то вот динамом типа ребята динозавры какие-то то есть но это уже не все это не работает ничего я заметил что русская комьюнити на самом деле что в америке что в икее что в россии она технически всегда впереди потому что если посмотришь конкурентный топов допустим в австралии но я говорю не русская еще и снгшные украинцы ребята вообще топчики по до гембле по всему вот белорусов мало кого знаю короче наши снгшники топчики держат все конкурентные топы по эссейки по гембле по всему секунду сайт тоже пробовали да ты говорил мой как так что там три продажи сделали чем снгшники рулят технически а ребята которые запад мне кажется что они несколько ленивые докапываться на технических подробностей делать много тестов поэтому вот есть к комьюнити дар вещь я скину еще туда чат и в принципе в принципе это все и вы там сможете в чате за руку туда опять же просто так не попадешь то есть там надо некий это пройти опрос посмотрят особенно туда не пускает людей которые хотят там пиарить свои этим партнерки какие-то запрещено надо будет владельца писать если вы хотите какой-то промы сделать ну да если вы будете задавать глупый вопрос какой дарвей вас забанят если вы предметно что-то спрашиваете какой-то вопрос вы там пытаетесь разобраться с даргеном я думаю там ребята помогут не надо там спрашивать что такое дарвей в группе дарвей щеки мишу барту привет большое спасибо тебе что ты появился как говорится в моей жизни прошлом году много очень интересного как говорится навел на мысли кстати еще про дарве можно и вообще про черное село есть black село канал парень ведет очень круто пишет реальные темы по черному села как спалить дарвей как посмотреть за клоаку ну то есть я тоже оставлю ссылку на чатик подписывайтесь вот там реальное мясо по черному село кто-то бомбит на него что он там реальные темы сливают ну окей но зато пишет честно без какой-то воды вообще как считаешь 21-22 году стоит ли лезть дарвея если еще раз как я до этого говорил да то есть если чисто на пивасик можно вот масштабироваться да то есть нужны технические знания если готов технически реализовывать туда том все равно можно заходить можно дарвей как и село хоронит уже лет десять она живее всех живых друзья на этом у нас заканчивается наша встреча с сашей мы продолжаем цикл интервью про черное село надеюсь вам было интересно если что вы знаете где найти контакты саша ком комьюнити обязательно подписывайтесь на канал чтобы увидеть новые видосики про черное село белое село digital business